МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славная осень в этом году, благодаря которой даже в ноябре можно активно проводить работы по строительству спортивного комплекса в Звереве. За высоким забором скрывается от глаз зверевчан процесс возведения долгожданного плавательного бассейна, а также многофункционального игрового, спортивного и тренажерного залов и даже зала сухого плавания. Всё это будет располагаться на земельном участке площадью почти 26 тысяч квадратных метров. Удовольствие недешёвое. Стоимость строительства объекта, с учётом расходов на оплату услуг авторского надзора и технологического присоединения к инженерным сетям, составляет более 400 миллионов рублей. За время с момента начала строительства на участке произошли большие изменения. Сегодня здесь планёрное совещание провели глава администрации города Зверево Александр Лотарев и исполнительный директор подрядной организации строительной торгово-транспортной компании Виктор Деринг. Продолжаются бетонные работы, монтируются каркасы под колонны, под стены и будет в субботу шляться заливка бетона. Вот у нас уже залита плита под чашу бассейна, производятся работы на административно-бытовом комплексе и многофункциональной площадке. Работы не останавливаются, подрядчик работы ведёт, ещё будут дополнительно добавлены люди, и строительство бассейна осуществляется согласно графику. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику. Сейчас готовим к очередной заливке. Уже залита бетона, то есть фундаментные ленты. Готовим к заливке колонны. Уже залита бетона 1218 кубов. Ну, ещё остаётся чуть больше нам. Так же готовим котлован под ливневую канализацию. И под уличную площадку, спортивную площадку тоже готовим. До наступления морозов подрядчик планирует ещё многое сделать. Выход с котлована планируем, конечно, да. Всё, уже мы выходим на стены. Сделаем отсыпку обратную и продолжим. Поэтому, уважаемые жители города Зверево, мы всё равно будем купаться к концу следующего года. 4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства. В этом году он выпадает на субботу. Поэтому россияне также будут отдыхать в понедельник. А как эти три выходных праздничных дня планируют провести зверевчане? Если будет хорошая погодка, пойдём в парк с ешками погуляем. У меня трое внуков. Будем отдыхать. За праздничным столом будете собираться? Ну, пока все на работе, придут с работы, посидим, да. Дорогие зверевчане, поздравляю вас всех. Желаю здоровья, конечно, счастья, чтобы всё у нас благополучно закончилось. Всего всем хорошего. Отдохнуть. И всё. Телевизор посмотреть, на диванчике полежать или погулять всё-таки на улице? Надоело погулять на улице всё-таки. Как-то оно... диван надоел. За праздничным столом будете собираться? Наверное. Ещё планов не было. С праздником всех! Желаю всего хорошего. Как можно веселее. Это как? Ну, с внуками погулять. Мороженое им купить. Едем в гости к друзьям. Куда расскажите? Каменс, Каменс. А ты как хочешь провести эти три дня со своей семьёй? Ну, да. Куда хотел бы пойти или чем заняться? Погулять вместе. Три выходных дня. Какие планы на них? Ну, если будет хорошая погода, то, наверное, влогопарк наш в Каменске-Шахтинском. Ну, и, скорее всего, куда-то с детьми провести время. Не знаю, может быть, кинотеатр, что-то ещё, какая-нибудь вот такая культурная программа. Что-то такое. Здорово. А ты куда хотел бы? Ну, тоже влогопарк, новый, на новый фильм. Ой, вызов. У нас уже всё запланировано. Совместно. Видно, что план обсуждали. Поздравьте всех с праздником. С наступающими праздниками всех. Самое главное – мирного неба над головой. Поедем в гости. Куда? Ещё не решили, куда? К родственникам. Выбор есть, да, куда? Конечно, конечно. Это же праздник общий, народный. Нужно съезжать её с семьёй, с родственниками. Поэтому мы планируем поехать в гости к родственникам. Вы поздравьте тогда и их, может быть, с наступающим, и всех зверевчан. Поздравляю всех зверевчан с праздником. Поздравляю всех с праздником. Счастья, любви, мирного неба, исполнения всех желаний. Всех с праздником. Я с деревниками Саровское сельское поселение. Ну, поздравляю всех россиян, всех жителей города Зверево с этим праздником. Мирного неба над головой, конечно, это самое главное, что сейчас над всеми людьми стоит задача. Ну, здоровья всем, удачи и весёлого настроения. Быть позитивными и не сдаваться. Я работаю. Все три дня? Нет, один, как раз на праздник. Как будете отыгрываться на двух оставшихся выходных? Пока не знаю ещё. Пока планов нет, да? Нет. Тогда можете поздравить всех, кто будет отдыхать четвёртого. Ну, и вообще, даже если работать, кто будет. Да, ну, хочется поздравить, конечно, всех с праздником. Пожелать всем здоровья, мирного неба, чтобы не было войн у нас. Не только в нашем государстве, на всей планете. Чистого неба всем над головой. На работе. Не повезло? Нет, работаю на обуховке. Всё понятно. Ну, тогда, раз вам не повезло, поздравьте хоть остальных, пусть они хорошо отдохнут. Ну, поздравляю всех, чтобы у нас было сплочённо всё. Все дружили. Не ругались никто ни с кем. Чтобы у всех всё хорошо было, мирно, гладко. Чтобы войны у нас, наконец-таки война закончилась. Чтобы наши мальчики вернулись домой живыми, здоровыми. Дома, с кругу семьи. Отмечать будете? Пойдёте гулять куда-то? Нет, не будем. Отдыхать просто, да? Что будем дома, да? А вы кто? Я мама. Мама, ну, похоже очень. Вы этому рады? К вам дети придут или вы вместе живёте? Они приехали ко мне. Поэтому радость и нуки, и дети приехали. Всё хорошо. Планируем с семьёй поехать погулять в Ростове или в Камиске, парк Лога. Замечательно. Уже одни такие есть, кто собрался. Так что да, это здорово. Да, ещё поехать тут у нас близко, чтобы с семьёй, с детьми. Ну, а как же, надо же отдохнуть. То есть будете отмечать. А можете поздравить всех зверевчан с праздником? Конечно, всех поздравляю. Желаю также хорошо отдохнуть, провести время с семьёй, с родными. Город Зверево многонациональный. Это ещё раз продемонстрировал фестиваль «Народное достояние», который состоялся к большому государственному празднику Дню Народного Единства. В зале спортивной школы «Олимпик» собрались представители различных национальностей, проживающих в нашем городе. Это азербайджанцы, чеченцы, армяне, ассирийцы и многие другие. Все мы вместе, одна нация, россияне. В этот день гостям и жюри фестиваля, который возглавил Александр Лотарев, глава администрации города Зверево, была представлена культура, традиция и кухня многих национальностей. Сегодня у нас представлена донская кухня, зверевский казачий круг. Казачки, казаки постарались и приготовили свои традиционные блюда. Значит, арбуз малосольный, узвар, крепкий напиток, не будем говорить. Что это такое? Донской рак, уха донская, фаршированная рыба, сало. Значит, здесь желудок. Пальтисон, да? Да, да, да. Это вино, да? Это вареники с картофелем и с капустой, квашеная капуста, горький перец, холодец, ну и вроде бы как все. А что самое вкусненькое? Все вкусное, все, абсолютно все. Сами-то пробовали уже? Конечно. А как же можно угощать, если сами не пробовали? Обязательно. Значит, ассирийскую диаспору, я смотрю, представляют мужчины. А готовил-то кто? Наши женщины готовили. У нас ассирийские блюда очень много. Есть галва, есть гата, сладости, которые и на свадьбе тоже дают, когда вот на свадьбах танцевают с этим вот гатой красивой. И плов у нас там очень вкусный, разные сухофрукты, изюм. Есть еще ариса тоже, пшеничная крупа с курицей. Есть очаров, очар, это тоже, я не знаю по-русски как будет, тоже плов с грибами. Очень много, пахлава есть тоже национальная, очень много. Джаджик тоже, творог с зеленью разными. Пахлава есть? И перец там. Пахлава – это ассирийская сладость, которую подают на свадьбах. А гата – это тоже очень вкусная сладость, которую на свадьбах танцуют с ней, на ассирийских свадьбах с гатой танцуют. Чада – это тоже свадебное блюдо, сладкое, национальное. Его подают на свадьбах. И с ним часто танцуют, особенно на свадьбах. Кто вас всему этому научил? Наши любимые бабушки, и мы тоже сами этому всему учились у наших бабушек. Да, мы читали много книг и много всего. Я большая свою национальность. А что больше всего вам нравится здесь? Здесь больше всего нам нравится, сестру, конечно же, шашлык. Да. Он очень вкусный, особенно когда готовят наши бабушки и дедушки, он очень получает сочный и вкусный. Еще у нас есть очень вкусная пахлава. Она готовится из натуральных продуктов, из орехов и, конечно же, из меда. Мед – самое главное, этот ингредиент. А вы помогаете или уже что-то самостоятельно можете приготовить? Мы можем самостоятельно тоже что-то приготовить. Да, это несложно. В общем, в будущем завидная невеста, да? Да. Мы участвуем в детский сад «Аленушка». Представляем национальность Татарстан. Это национальное блюдо чак-чак. Далее блюдо элэш. Это блюдо зурбалэш. То есть там картошка, мясо, пирог такой. Вот последние два звучат очень похоже, но я так думаю, что они различаются не только размерами, да? Что там, начиночки какие у них. Элэш – это с курицей. Там мясо, начинка мяса. А это пирог зурбалэш. Это там начинка картошка и курица. Мы представляем детский сад «Белочка». Наша национальная культура – это Молдова. А почему выбрали именно это? Или вы и сами представляете эту национальность? Ну, девочки, почему мы выбрали эту национальность? У нас уже комиссия пришла. Она просто знакома. Да. Замечательно, тем более, что это наш дружественный народ. Но вам пришлось изучить кухню этой национальности, да? Мы вам предлагаем вашему вниманию основное национальное блюдо – мамалыга, которое готовится из крахмальной муки, также плацинды, сармалэ и очень ароматный компот. Ну, конечно же, гостей мы встречаем с хлебом, солью и вином. Без вина молдавского, да? Да, это никуда. Да, это никуда. Да, это никуда. Зверинский психоневрологический интернат сегодня, в День народного единства, представляет Северную Осетию, одну из республик Российской Федерации. Осетины – это одни из самых древних народов Северного Кавказа. Осетия имеет свои обычаи, обряды. Мы сегодня будем показывать обычаи, обряды. Ну, во-первых, кухня осетинская. Самое главное – это у нас осетинские пироги. И наши осетинские костюмы, которые будут представлены в сценке. И в этой сценке мы будем рассказывать обряды осетинского народа. Россия, 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 что может быть сердцем милей? Нет края, это среди России, нет Родины в мире святые. Сильная, обширная, щенка, многолитая нарушается из всех вещей. И есть, или прочих, народ, древний отчет, расскажем о нем все, как есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы выбрали цыган, потому что мы выбрали цыган. Центр детского творчества, а как цыгане, не имеют своей территории. Мы рассеяны по всему городу, поэтому эта нация нам очень близка. Все, что у нас есть. Поэтому мы выбрали эту нацию. Традиции своих цыган, конечно же, особых не имеют, потому что они живут по территории всей земли. То есть традиции применяют те, на территории которой они живут. Но есть одно особенное блюдо, которое, наверное, готовят, наверное, только цыгане. Это запеченный еж. Ну, я понимаю, что в начинке его там не будет, но все-таки, что внутри там? Еж. Мясо ежа. Серьезно? Серьезно, запеченное с овощами. Такого вы не увидите нигде. Здравствуйте. Мы представляем нашу маленькую Армению в городе Зверево. И хотелось бы представить наш флаг. И в первую очередь обозначить цвета. Красный цвет означает у нас независимость, свободу, христианскую веру, армянское Нагорье, борьбу народа за выживание. Синий цвет означает волю народа, проживание над мирным небом. Оранжевый цвет означает талантливость и трудоспособность народа. Армения представила несколько блюдов. Это на армянском ачаров плав. На русский перевод, к сожалению, не знаю, как будет. Похоже на плов, только сладкий или нет? Нет, там крупа совсем другая. Называется ачар. Полба, да, на русском? Полба. С грибами и с луком. Очень вкусные. Не обходится и наш стол от чёрного грецкого ореха. Это варенье, очень вкусное. Готовится она, когда ещё орешки совсем свежие, зелёненькие. Голубцы, толма с говяжьим мясом обязательно. Бамия, соленья. На армянском называется это катутак. Пахлава, гата. Наш армянский лаваш. Фрукты, коньяк. Армению представляют, конечно, ещё наши детки, которые станцуют. Вот вы увидите, посмотрите. Наш народный инструмент «Догол». Мой отец был музыкантом, играл. Это его инструмент. У него сейчас нет с нами. Выпустил очень много талантливых учеников по всей России, по всему миру. Мой отец был музыкант. Мы школа номер один, мы представляем Белоруссию. У нас тут, значит, драники, колдуны, колдуны жареные, колдуны варёные, мясная тарелка, мясные белорусские колбасы, пирог-бабка. Это он с мясом и с картошкой. Картошка запечённая. Компот. И ватрушки с картошкой. Всё. Получается, главное всё-таки блюдо Беларуси – это картофель, да? Всё-таки картофель главный. Наступает замечательный праздник, День народного единства. Мы, конечно, от детского сада «Звёздочка» хотим поздравить всех с этим праздником, всю страну и наш город. Наш детский сад представляет сегодня Республику Беларусь. Что можно сказать? Беларусь – это наши братья. И мы, конечно, с удовольствием хотим рассказать про эту народность, их костюмы, их традиции, их блюда. Наша кухня, естественно, состоит в основном из картофеля. Поэтому мы здесь предоставили как можно больше. Это и драники. Драники у нас и с грибами, и с сыром, и со шкварками. У нас традиционный бигус, настойный с вином томленный, с черносливами, холодник, кисель, смаженки, налистники. Всё, что представляется на нашем столе – это традиционная кухня Беларуси. Представляем азербурганскую кухню. Сегодня праздничный день. День единения наше. У нас многонациональное государство. И в нашей организации называется Атропат. Очень многонациональность. И мы в том числе все представляем их, и наш быт, наши жизни. Всё, как бы сказать, вот в таком роде. Россия большая, дружная страна. И мы всегда рады дружить со всеми нациями. Единая Россия – самое главное. Я тоже поздравляю всех с праздником. День единственного народа. Дай Бог всем здоровья. Я желаю, чтобы все жили дружно. Всем здоровья желаю. Спасибо. Так как мы азербайджанский народ, и у нас очень много блюда. Начнём давайте со сладости. Это шекербура называется. Это пахлава. Это бадамбура. Бадамбура. Это гогал. У нас есть обычный праздник, который начинается весна. Это норус-байрам. И у нас эти сладости в основном готовят. Люля-кебаб, теке-кебаб. Это лянькеранский балык. Называется он ля-венги. Это шах-плов. Это шахинская халва. Это у нас такие специальные сладости к чаю. Когда приезжают к невесте сладаться, у нас в основном это всё вот в основном в этих стаканах. Что если мы даём добро, мы открываем. Если есть сладкое, то мы даём добро. Если нету, то мы закрываем. Если пусто, ничего нету. Это долма. Настоящая долма. В древних времён одна женщина из Чамгирского района решила его сделать, собрав виноградные листья и укроп добавила. И просто добавила чебрец и начала его катать. Это настоящая долма. Попробуйте, конечно, вы должны всё попробовать. Попробуйте. Хотела сказать, чакинская петти. Это из шаки. Здесь нут добавляется, нут. Нут и бараний, курдюк, баранье мясо. И особенные специальные специи. Смотрите, вот это вот у нас, это с Гангского района. Это плов называется ляпя лобья. Посмотрите. Смотрите, его едят с вот таким вот салатом. Здесь огрудка, орехи, точно так же, как и здесь. Попробуйте. Это настоящая кета. Можете попробовать. Тоже. А я могу так укусить? Можете укусить, да, конечно, можете. Я стою здесь. Хочу поздравить всех с праздником. Это великий праздник для нашей страны, для нашей многонациональной страны. День народного единства. У нас много национальностей, как в России, так и в Зверево. И самое главное, что все мы живем дружно, все мы едины. Это в наши непростые времена, это самое главное. А вот праздник, который мы сегодня проводим, ну это такое впечатление. Единственное, мало времени, да, и чтобы со всеми пообщаться. У каждой национальности есть свои традиции, сложившиеся годами. Все показывают красивые костюмы, красивые, вкусные очень блюда. Надо почаще проведить праздники, потому что это очень хороший праздник и очень хороший фестиваль. Но это только положительные эмоции. И самая главная цель, это вот в этот день объединить все наше многонациональное население страны и города Зверево. С праздником всех! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также в этот день состоялся большой праздничный концерт, во время которого были объявлены результаты конкурса фестиваля «Народное достояние». Большое спасибо сказать всем организаторам и участникам фестиваля. Очень трудно было места определять, потому что высших оценок заслужили все. Все старались, все по-своему преподнесли свою культуру, свои традиции. Поэтому без подарков никто из участников фестиваля конкурса «Народное достояние» не остался. За активное участие в празднике были награждены школа номер один, городское казачье общество, а также Центр детского творчества и детский сад «Светлячок», которые еще получили и приз зрительских симпатий. В номинации «Лучшее национальное блюдо» диплома лауреата третьей степени председателя Зверевской городской думы главы города, благодарственного письма и кубка главы администрации города и ценного подарка был удостоен коллектив школы номер один. Второй степени «Гимназия имени Чехова» и первой степени «Зверевский казачий круг». В номинации «Лучшее оформление национального уголка» диплома третьей степени был удостоен детский сад «Мишутка», второй степени детский сад «Звездочка» и первой степени детский сад «Белочка». В номинации «Лучшее художественное воплощение национального образа» места распределились следующим образом. Третье место – детский сад «Аленушка», второе – «Ассирийская диаспора» и первое – «Зверевский психоневрологический интернат». Кому же достался главный приз? Гран-при фестиваля в номинации «Лучшая презентация национальной культуры» Куба главы администрации города Зверево и ценный подарок вручается «Барабанная дробь» Азербайджанская диаспория! Зрители в этот день также порадовал концерт из национальных танцев и песен С которыми выступили местные звезды и гости из других городов Коллективы художественной самодеятельности и профессионалов Незабываемые впечатления оставили зажигательные номера студии барабанщиков театра «Звезда надежды» из Ростова-на-Дону В МФЦ можно бесплатно зарегистрировать ИП и ТРИО С последующим открытием расчетного счета В рамках государственной поддержки и программ сопровождения малого бизнеса В МФЦ появилась новая услуга – регистрация ИП и ТРИО Данная программа позволяет абсолютно бесплатно зарегистрировать бизнес Открыть расчетный счет без посещения банка Получить электронно-цифровую подпись Выдача бесплатного токена производится в течение пяти календарных дней с момента открытия счета Ближайшие отделения по выдаче токенов по акции – это Каменск-Шахтинский и город Новошахтинск И также можно получить бонус в размере 3000 рублей на расчетный счет клиентов Ждем вас в МФЦ города Зверево в рабочее время по адресу Улица Ивановская, 15 и до Кукина, 6 Жители Дона будут регистрироваться на госуслугах по-новому С 1 октября на портале заработала двухфакторная аутентификация Она стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает учетную запись Теперь для доступа в личный кабинет система помимо пароля запрашивает дополнительное подтверждение А именно код из СМС, биометрию или одноразовый код из специального приложения Двуфакторная аутентификация необходима для дополнительной защиты данных пользователя и повышения безопасности 31 октября к Всемирному дню информации Краеведческо-музейный отдел Центральной городской библиотеки имени Шолохова Совместно с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Подготовили и провели День информации в Мир информации через библиотеку День информации был посвящен Краеведческим изданиям В начале мероприятия присутствующие узнали об исторических фактах и важнейших событиях образования и развития Ростовской области Также вспомнили об обычаях и традициях донских казаков По представленным произведениям прошел краткий обзор А подготовленная Краеведческая викторина «Родной край» позволила присутствующим вспомнить историю и культуру родного края В этот день солисты ансамбля «Журавушки» подготовили и исполнили задорные казачьи частушки Субтитры создавал DimaTorzok